Еще пару. Молодец, миленький. Сыну Инны Цифаркиной 8 лет. Несмотря на болезнь, ребенок неизолированный. Как все дети, мальчик часто гуляет, ходит в кино и даже в школу. И часто матери приходится объяснять людям, что ее ребенок не избалован, а болен. Со слов Инны, реакция окружающих на поведение особенного мальчика порой бывает весьма агрессивной. Ну, не сказать, что легко, не сказать, что просто, потому что всегда бывают замечания. Мы уже очень много раз эту тему поднимали, то, что людям всегда приходится объяснять. Люди всегда, не всегда, но бывают такие моменты, когда реагируют агрессивно. Иногда даже, когда объясняешь ситуацию, то, что это ребенок с особенностями в развитии, люди не всегда идут на понимание, на контакт. Ну, сложно. До сих пор отношение общества к детям-аутистам не придавалось широкой огласке. Случай с сестрой популярной модели Натальей Водяновой ярко продемонстрировал, что эти люди – изгои. За его слова, то, что лечите своего ребенка и приходите потом в общественные места, мне, конечно, было настроение его ударить. Как говорят врачи-аутисты, если ими заниматься, могут стать полноценными людьми. Достаточно сказать, что это совершенно разные дети. Один аутист не похож на другого. И всех их отличает некое социальное одиночество. Некое. На самом деле они очень хотят общаться. Они умеют общаться, если их научить, если им помочь. И вот в случае с Нижним Новгородом, да, вот с сестрой Натальей Водяновой, как раз говорит об их социальном неком неприспособлении. Не только они не могут находиться в обществе, да, но и общество не принимает до сих пор этих людей. Казанский реабилитационный центр «Апрель» – единственный в своем роде, где занимается с детьми-аутистами. Главная задача специалистов – перенести этих особых детей в мир, заполненный интересами и хлопотами обыкновенных людей, чтобы все, что их окружало, не вызывало страх и панику. Простое не значит, что неэффективное. Например, вот такая пластмассовая тарелка развивает у ребенка вестибулярный аппарат. А эта оригинальная подушка тренирует его усидчивость. В центре «Апрель», пожалуй, есть все для реабилитации детей, страдающих аутизмом. О том, что у детей-аутистов есть будущее, говорил и специалист из Франции на международной конференции в Казани. Он привел пример, как в Европе, благодаря мощной реабилитационной программе и снисходительности общества, эти люди становятся вполне успешными. Например, я знаю вот такие центры во Франции, где люди с аутизмом не столько работают, то есть они не занимают обычные рабочие места, они просто собирают картонные коробки в супермаркетах, в магазинах и таким образом помогают обществу. Аутизм – это расстройство психики, которое нельзя вылечить. Таких детей, живущих в своем мире, в Татарстане сотни. Если во всем мире к ним стараются относиться с пониманием, то в нашей стране пока все иначе. Люди зачастую даже не понимают особенностей таких детей. Аутизм – это какая болезнь-то? Это вот немножко заторможенность, скажем так. Я сама такая же. Я иду, иду ровно как будто бы, и раз куда-то меня в бок несет, и как будто я даже падаю. Какой-то дискомфорт создает? Ну, конечно, конечно. Почему? Почему создает дискомфорт? И какой дискомфорт создает для обычного человека, для ребенка, который болеет аутизмом? Ну, я пока затрудняюсь ответить. Может, так сказать? Вполне нормально, но больной ребенок, ну что такого? Никто от этого не застрахован. Андрей Трофимов, Александр Царегородцев, Айгуль Незамудинова, Телеканал Эфир.